Добрый день. Multiscube – это интересная угловращательная головоломка, ранее известная как Multicube. Изначально её предложил французский изобретатель Грегори Феник, но в массовое производство выпущена компания Yuxin, поэтому на белой стороне мы можем видеть логотипы Yuxin и Greggs Puzzle. По внешнему виду головоломка выглядит как куб, но по принципу вращения – это самый настоящий скьюб. Поэтому название Multiscube в массовом производстве вполне оправдано. Тем более, что родственные головоломки также называются скьюбами. Это Master's Cube и Elite's Cube. Также здесь находится RxCube, но это более простая версия. Внешний вид Multiscube кого-то пугает, у кого-то вызывает интерес. Визуально кажется, что внутри нужно собрать ещё кубик Рубика 3х3, но это не совсем так. Если бы не вот эти внутренние элементы, это был бы просто Master's Cube. Давайте посмотрим. Вот уголки. Рёбра. У Master's Cube оно крупное, у Multiscube поменьше. Лепестки или Rx-центры. У Master's Cube вот такой большой, у Multiscube вот такой продолговатый. Центр. У Master's Cube квадратный, у Multiscube это окошко, вот такая рамка вокруг внутренних элементов. Ну и внутренние элементы есть только у Multiscube. Кажется, что это должно сильно усложнить сборку. Да, есть некоторые моменты, но в то же время эти внутренние элементы кое в чём сборку упрощают. В этом видео я покажу как собирается Multiscube методом аналогичным Master's Cube. Таким методом эту головоломку можно собирать в районе пяти минут. Ну если постараться. Принцип сборки будет заключаться в том, чтобы собрать эту головоломку как Master's Cube, попутно собирая либо не разрушая внутренние элементы. Если мы посмотрим на строение головоломки, то здесь видно, что внутри шарик, на котором наклеены стикеры, имитирующие кубик Рубика 3х3. Как видно на картинке с внутренним строением, вот это маленькое ребро перемещается совместно вот с этим угловым элементом внутреннего кубика. Если мы повернём как-то Multiscube, то видим, что здесь зелёный цвет и здесь зелёный цвет. Равно как и здесь зелёный и тут зелёный. На этой грани появилось белое ребро и тут белое. И вот два белых элемента угловых внутреннего кубика. Элементы креста внутреннего кубика зависят от вращения углов. Но на самом деле не самих уголков, а именно их осей вращения, так как уголки могут перемещаться по головоломке. Опять же смотрим. Оранжевое ребро, здесь оранжевый элемент. Жёлтое ребро, здесь жёлтый элемент. Жёлтое, жёлтый, белый, белый. Порядок сборки будет следующий. Сначала мы расставляем по местам ребра, так называемый D-ный этап, после чего вот эти вот центральные рамки, как в кубике EV и в конце расставляем по местам уголки и правильно ориентируем. Но на этапе сборки ребер мы предварительно будем правильно ориентировать элементы креста внутреннего кубика. Перед сборкой белых ребер мы ориентируем белый крест, после чего ориентируем все остальные кресты и дособерём все ребра. Далее сборка будет такая же, как у мастерскюба. Единственное исключение в том, что мы не будем после сборки первых четырёх ребер располагать по своим местам белые углы, чтобы в конце избежать нерешаемой ситуации. Из-за наличия внутреннего кубика мы сразу правильно размещаем все элементы нашей головоломки. Стоит отметить, что при вращении мультискюба центральные вот эти маленькие элементы не перемещаются. Как бы мы не вращали, маленький белый квадратик будет оставаться на месте. А значит, мы вокруг него будем собирать и белые ребра, и белые углы, и на это же место поставим потом белую рамку центра. Это несколько упрощает сборку, но также стоит следить, чтобы внутренний кубик в процессе сборки ребер не разрушался. Язык вращения будем использовать такой же, как и в головоломках RxCube и MasterCube. Если вы с ними не знакомы, я напомню. Я объединил нотацию VCA и нотацию SARA и получилось следующее. Движение R, R' L', U', U', сзади нижний уголок B', B'. Это VCA вращение. Их будет недостаточно, поэтому мы добавляем из нотации SARA движение F, F' передний верхний уголок. И движение D, D' передний нижний уголок. Также нам потребуется движение правого верхнего и левого верхнего уголков. В нотации SARA они также обозначаются буковками R и L. И чтобы не путать с VCA вращениями, я их буду обозначать маленькими буквами. R малое, R малое штрих, L малое, L малое штрих. На всякий случай покажу перехваты. Вот такой. Y, Y', X, X', Z', Z'. Перехват Y вращает головоломку вокруг вертикальной оси. Перехват Z' опрокидывает правую грань вниз и наоборот. Перехват X опрокидывает вот эту правую заднюю грань вниз. Ну, X' левую переднюю прокидывает сюда. И как это выглядит на мульти-скюбе? R, R' L', L', U', 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 задний нижний уголок, B, B'. Дальше по нотации SARA передний верхний верхний F, F', передний нижний D, D', правый верхний R малое, R малое штрих, левый верхний L малое, L малое штрих. Перехват Y, Y', Z', Z', X', X'. Да, здесь можно вращать уголок совместно со средним слоем. И можно было бы эти движения обозначать буковкой W. К примеру, R, V', R' Но для сборки нам эти движения не потребуются. Так же, как и отдельные движения среднего слоя. На первом этапе нужно собрать все ребра. Это так называемый Dino-этап. Потому что Dino-куб состоит только из ребер, и многое здесь очень похоже. Традиционно начнем с белой грани. Для этого нужно найти маленький белый центр. Здесь мы видим синий маленький центр. Поищем белый. Вот белый. Причем цвет вот этой рамки нам сейчас не важен. Давайте ее даже уберем. Нашли белый центр. Теперь к нему нужно подвести маленькие реберные элементы. Похоже на то, что мы собираем белый крес на кубики рубика. Визуально похоже, но принцип гораздо проще. Мы вращаем уголки до тех пор, пока белый элемент не появится. Интересуют только реберные элементы. Только элементы креста. Вот собрали крестик. Также мы видим, что помимо элементов креста у нас появился еще уголок на маленьком кубике. Радоваться рано. Нужно проверить, стоит ли он на своем месте. Как я уже говорил, вот этот внутренний уголок и вот это ребро перемещаются совместно. Это один целый элемент. Поэтому если вот это ребро стоит не на своем месте, значит и вот этот элемент тоже не на своем. Как проверить, на своем ли месте белое ребро? Для этого просто сравниваем цвет. Ребро бело-синее, а здесь центр зеленый. Значит это ребро находится не на своем месте. Чтобы его переставить на свое место, нужно использовать пиф-пафы. Пиф-пафы это четырехходовые алгоритмы, где два хода делаются в одну сторону и следующие два хода их отменяют. Пиф-паф мы используем для того, чтобы не разрушить белый крест. К примеру, чтобы переставить вот этот элемент вот сюда, туда где он должен быть. Почему он должен быть здесь? Потому что здесь синий центр, а ребро бело-синее. Мы можем сделать следующую комбинацию. Вот это место подвести вот сюда. Поместить сюда нужное нам ребро. Сделали два хода. И теперь эти два хода отменить. Сделать их в обратном направлении. Получаем, что бело-синее ребро находится между белым и синим центрами. Значит находится на своем месте. В мастерскюбе это было намного проще, но здесь мы должны не разрушить белый крест. Ищем следующие ребра. Расположим пока белый центр снизу. Посмотрим, что здесь. Здесь мы видим бело-оранжевое ребро. Оно должно находиться между белым и оранжевым центрами. Белый и оранжевый. Оно должно находиться вот здесь. В подобной ситуации мы можем опять же сделать пиф-паф. Первым ходом помещаем этот элемент сюда. Дальше вторым ходом отодвигаем его. И возвращаем первый ход. И второй. В итоге у нас элемент стоит там, где нужно. Ищем следующее белое ребро. Вот находим бело-красное. Оно должно располагаться между белым и красным центрами. Вот красный, вот белый. Должен поставить вот сюда. То есть ситуация точно такая же, как предыдущие. Помещаем на место. Отводим в сторонку. Возвращаем. Возвращаем. Можно использовать любые движения, но они должны быть возвратные. То есть мы не должны разрушать белый крест. Три элемента уже на своих местах. Ищем четвертый. Вот у нас бело-зеленый. Получается, что его отсюда нужно переместить вот сюда. Для этого мы используем похожий пиф-паф, но зеркальный. Сначала сделаем движение слева. И отменяем оба. Вот у нас все получилось. Белая грань на маленьком кубике собрана. И на месте стоят четыре ребра. Изначально мы правильно ориентировали элементы креста. После чего расположили вот эти ребра на своих местах. В результате у нас собралась белая сторона маленького кубика. На примере бело-зеленого ребра рассмотрим, какие еще ситуации могут быть. Место этого ребра находится здесь. Его можно переставлять как отсюда сюда, так и отсюда сюда. При помощи пиф-пафов. Но если она располагается где-то в другом месте. Допустим сверху. В этом случае мы поднимаем место, где должно находиться это ребро. Вставляем туда бело-зеленое ребро. Отменяем первый ход. И по идее нужно отменить второй. Но вращение верхних четырех уголков никак не влияет на состояние белой грани маленького кубика. Поэтому ими можно пренебрегать. Если бело-зеленое ребро находится вот здесь, а должно быть здесь, мы делаем похожие движения. Поднимаем место. Вставляем с этого положения туда ребро. И опускаем. В итоге белая сторона собралась у маленького кубика. А четвертое движение мы делать не стали, так как оно не влияет на нижнюю грань. Если ребро находится слева сверху, то делаем зеркально. Поднимаем место с левой стороны. Вставляем ребро. И опускаем. Тут все собрано. Четвертое движение не делаем. Если ребро находится сзади, то движениями верхних уголков мы можем переместить в любое удобное положение. Так как движения верхних уголков на нижнюю грань не влияют. К примеру, можем даже на переднюю грань переместить, если так удобно. После чего стандартным способом установить на место. Если место ребра здесь, а на верхнем слое его нет, то можем поискать где-нибудь на среднем. К примеру, здесь. Но тут ситуация такая же. Вращением верхних уголков мы перемещаем это ребро в любую удобную позицию. Самое удобное, самое понятное, спереди, сверху. Отсюда его ставим на место. В итоге получаем, что если ребро находится здесь или здесь, мы используем пиф-пафы. Также из этого положения вращением верхнего уголка можно перевести ребро сюда. И здесь поставить за три хода. Но в итоге все равно получится четыре. Если ребро здесь, здесь или здесь, мы используем те три хода, которые я показал. Если здесь, здесь или здесь, то есть на задней грани, то мы сначала приводим какую-то удобную ситуацию, после чего решаем. На этом сборка первых четырех ребер закончена. Прежде чем собирать остальные ребра, нам нужно собрать кресты на боковых гранях. Мы видим, что два нижних уса креста здесь правильные, а два верхних неправильные. Так и должно быть. Так как мы четыре нижних оси уже правильно ориентировали. Именно оси, а не угла. Углы будут пока еще перемещаться. Для того, чтобы здесь сделать зеленый крестик, мы вращаем верхние уголки. Появился зеленый элемент. Дальше вращаем вот этот. Мы можем смотреть на другую грань, чтобы здесь появился красный. Здесь вращаем. Появился синий. Здесь оранжевый. Может быть это одно движение, может быть два. Не так важно. Главное, чтобы появился крестик на каждой боковой грани. Причем нижний элемент угловой уже должен быть правильным. Так как вот это ребро мы уже поставили на место. Нетрудно догадаться, что если мы ориентировали верхние четыре угла, то на верхней грани тоже появится крестик. Но раз грань у нас здесь должна быть желтая, то и крестик желтый. После чего мы, не разрушая вот эти крестики на маленьких кубиках внутри мультискюба, должны установить остальные ребра по местам. Сначала ребра среднего слоя, потом ребра верхнего слоя. Если на головоломке DinoCube это можно было делать в одно движение, то здесь всегда придется делать минимум четыре, для того, чтобы не разрушить внутренние элементы. Четыре белых ребра стоят на месте. Давайте вот сюда поставим сине-красное ребро. Между синим и красным центрами должно находиться сине-красное ребро. Давайте его найдем. Оно находится вот здесь. Чтобы отсюда переместить ребро вот сюда, мы должны это место подвернуть в эту позицию, вставить сюда это ребро, после чего отменить каждый ход. И вот теперь сборка вот этих элементов очень похожа на ReadyCube, так как там тоже нужно следить за ориентацией уголков. Сине-красное ребро встало между синим и красным центрами, значит все хорошо. Переходим к следующему. Здесь должно быть красно-зеленое ребро. Ищем. Находится вот здесь зеркально предыдущей ситуации. Делаем зеркальные движения. Поднимаем место, где должно стоять это ребро. Вставляем туда ребро. Отменяем первый ход. Отменяем второй ход. Ребро на месте. Следующее. Зелено-оранжевое. Оно находится вот здесь. Если ребро находится на верхней грани спереди, то мы сначала отводим это ребро в сторонку, прям неважно в какую, допустим, сюда. После чего выводим место, где должно это ребро стоять. Опять же, вставляем ребро сюда. И возвращаем сюда. Также получается 4 хода. Можно использовать любые удобные движения. Главное, чтобы они не разрушили элементы внутренних кубиков. Зелено-оранжевое стоит правильно. Осталось оранжево-синее. Но оно стоит так же. Это неинтересно. Давайте его переместим. Мне пришлось сломать зелено-красное ребро, чтобы смоделировать эту ситуацию. Место оранжево-синего ребра вот здесь. Но на верхней грани его нет. Зато оно находится вот здесь, в заднем слоте. Это самая неудобная ситуация, которая решается более чем за 4 хода. Сначала мы отсюда этот элемент выводим на верхнюю грань. Либо вправо, либо влево. Допустим, сюда. После чего решаем обычную ситуацию. Выводим место. Вывели место. Вставили сюда ребро. Отменили этот ход. И отменили этот ход. После этого нужно отменить самый-самый первый ход, которым мы выводили отсюда это ребро. Получается 6 движений. Они достаточно интуитивны, но их нужно понять и сделать. Пока мы собирали оранжево-синее ребро, зелено-красное само встало на место. Проверяем. Все ребра на втором слое стоят на своих местах. Теперь осталось собрать верхние 4 ребра. Здесь мы призовем на помощь динокуб. На нем будет проще и понятнее объяснить, какие ситуации здесь бывают. Их бывает три типа. Первая ситуация – это когда два элемента правильно ориентированы, то есть желтым цветом направлены вверх. В этом случае мы должны найти желтый элемент, который стоит на своем месте. В данном случае желто-синий. И расположить его сзади. После чего сделать пиф-паф, но начать движение с неправильно ориентированного элемента. В данном случае желто-зеленого. То есть не отсюда, а именно отсюда. Если мы сделаем пиф-паф, вот такой, то все соберется. Похоже, в ситуации два элемента правильно ориентированы. Находим из этих двух тот, который стоит на своем месте. Вот этот красный на оранжевой грани стоит неверно. Вот этот синий совпадает по цветам со всей гранью. Нужно вот этот элемент расположить сзади. После чего начать делать пиф-паф с той стороны, где ребро неправильно ориентировано. Получается желто-зеленое. Делаем пиф-паф слева. И все, собралось. В случае, когда все ребра неправильно ориентированы. То есть ни одно ребро желтым цветом не направлено вверх. В этом случае мы сначала делаем любой пиф-паф, какой хочется. Я сделаю правый. После чего получаем предыдущую ситуацию. Находим желтый элемент, который стоит на своем месте. Располагаем сзади. И делаем пиф-паф с неправильного ребра. Собрано. И третий случай. Все элементы ориентированы правильно, но располагаются не на своих местах. В этом случае также делаем любой пиф-паф. И получаем первый случай. Находим элемент, который стоит на своем месте. Располагаем сзади. И делаем еще один пиф-паф. Посмотрим на наш мультискьюб. Здесь мы видим, что все четыре ребра правильно ориентированы. Это возможно в двух случаях. Либо у нас этап собрался сам, либо они все стоят не на своих местах. Проверяем. Желто-синее ребро стоит на грани с зеленым центром. Значит оно стоит не на своем месте, как и все остальные. В этом случае мы делаем пиф-паф. И получаем два правильно ориентированных ребра. Выбираем из них то, которое стоит на своем месте. Зеленое на синей грани. Оранжевое на оранжевой грани. Здесь важно не ориентироваться на цвета рамок. Мы смотрим только на цвета маленьких кубиков. Оранжевое на своем месте располагаем сзади. И делаем пиф-паф. Начиная с той стороны, где ребро неправильно ориентировано. То есть справа. Мы собрали дина этап. А именно поставили 12 ребер по своим местам. И при этом собрали внутренние элементы. На каждой грани у нас есть правильно собранные 9 элементов внутреннего кубика. И также все ребра на своих местах. Далее сборка не будет ничем отличаться от головоломки Master's Cube. Если Master's Cube вы собирать умеете, то ничего нового здесь не увидите. Но для тех, кто не знаком с той головоломкой, я расскажу подробно. Для сборки центров мы будем использовать две основных комбинации. Это перемещение центров вокруг одного угла по трем смежным граням. В этом случае нам нужно будет сделать пиф-паф, вращая правый верхний и левый верхний уголки. Движения R и L, которые мы обозначаем маленькими буквами. С какой стороны начать? Сверху белый цвет должен быть. Поэтому мы должны начать с той стороны, где находится белый центр. Первым движением мы должны поставить центр на свое место. Поднимаем слева, поднимаем справа, опускаем слева, опускаем справа. Зеркальная ситуация. Опять сверху белый цвет, а белый центр у нас находится справа. Поэтому мы начинаем делать пиф-паф справа. Поднимаем справа, поднимаем слева, опускаем справа, опускаем слева. Если нужно центры переместить не вокруг одного угла, а с этой грани наверх, потом на заднюю, то используется похожий алгоритм. Так же вращаются левый верхний и правый верхний уголки, но немножко в другом порядке. Опять смотрим. Сверху белый цвет. Белый центр перед нами слева. Значит, первое движение будет вот такое. Поднимаем. Так как мы перемещаем не вот этот центр, а задний, то вторым движением мы должны поднять задний центр. После чего отменить каждое движение. Ну и зеркальная ситуация. Мы видим, что сверху должен быть белый цвет, но белый центр у нас сзади. Поэтому первым движением мы будем поднимать задний центр вот сюда, ставить на свое место. Поднимаем задний, поднимаем передний. Отменяем этот ход, отменяем этот и все. То есть в каждом случае мы первым ходом ставим центр на свое место, вторым ходом ставим на то же место другой центр, который участвует в перемещении. После чего отменяем оба хода. Как это выглядит на мультискьюбе? Перемещение центров, которое я сейчас показывал на иви кубе, мы будем применять на мультискьюбе вот к этим рамкам. Это центральные элементы, равнозначные вот этим элементам на иви. На мультискьюбе можно ориентироваться как на цвет ребер, так и на цвет маленьких центральных элементов. Но мы игнорируем цвет углов. Только ребра и внутренние элементы. Располагаем центральные рамки по своим местам. Для этого посмотрим на мультискьюб. Видим, что синяя рамка стоит на своем месте. Это хорошо. Красная рамка на оранжевой грани. Белая на зеленой. Зеленая на красной. И оранжевая на желтой. То есть из шести центров один стоит на своем месте. Не обязательно за одну комбинацию ставить сразу три центра на место. К примеру, вот белая рамка. Ее нужно поставить на белую грань. Используем первую комбинацию, которую я показал на иви кубе. Нужный элемент находится слева. Поэтому начинаем пиф-паф слева. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Опускаем слева. Опускаем справа. Видим, что белая рамка стала на нужную грань. Это хорошо. Но тем временем у нас еще и зеленая сама встала на свое место. Что остается? У нас белый на месте, зеленый на месте и должен быть еще синий на месте. Три элемента стоят правильно. Осталось переставить еще три. Это красная рамка, оранжевая и желтая. Это перестановка как раз по второй комбинации, которую я показывал на иви. Располагаем так, чтобы здесь и здесь были элементы, которые нужно переставить. Ну и соответственно, чтобы сверху тоже был такой элемент. Смотрим. Желтая рамка должна попасть на желтую грань. Значит, первое движение мы делаем отсюда. Поднимаем первый центр. Далее поднимаем второй центр. Опускаем. Опускаем. Проверяем. Все центры стоят на своих местах. Расстановка центров завершена. Далее нужно расставить по местам лепестки или рекс-центры. Рекс-центры они называются потому, что впервые были обнаружены на головоломке рекс-куб. И именно на ней я покажу принцип действия. Далее мы много раз будем использовать алгоритм под названием флип. Сейчас я покажу, как он выглядит. Для этого мы сначала делаем пиф-паф. r малая, l малая штрих, r малая штрих, l малая. После чего делаем перехват y, z. И делаем пиф-паф левый. l штрих малая, r малая, l малая, r малая штрих. Ничего не изменилось. Давайте повторим. Сначала делаем правый пиф-паф. Делаем перехват y, z. И делаем левый пиф-паф. Опять ничего не изменилось. Так и должно быть. На собранной головоломке кажется, что ничего не меняется. Но на деле вот эти два лепестка меняются местами. И вот эти два лепестка тоже меняются местами. Если мы, к примеру, сделаем какой-нибудь setup move, дополнительный ход, то после того, как мы сделаем флип, вот эти два элемента поменяются местами. И что-то на кубике изменится. Давайте попробуем. Делаем правый пиф-паф. Перехват y, z. Левый пиф-паф. Если мы вернем на место, первый setup move, мы видим, что переместились два вот этих элемента. А это уже полезно. Это уже можно использовать. Для того, чтобы поменять два вот этих элемента местами, мы должны любым способом расположить их на одной грани и сделать флип. Два пиф-пафа с перехватами. Важно следить, чтобы на этой стороне были либо одинаковые элементы, либо элементы, которые вы еще не собирали. Чтобы их разворот не имел значения. Выполняем правый пиф-паф. Перехват. Левый пиф-паф. Отменяем вот это движение. И получаем, что все собрано. Сейчас вы наверняка обратили внимание, что я вместо двух перехватов делал что-то более простое. Давайте покажу подробнее. Делаем правый пиф-паф. После чего я делаю вращение по часовой стрелке вокруг вот этого верхнего переднего угла. Поворачиваем вот так. Верну на место. Мы должны повернуть таким образом, чтобы верхняя грань стала правой, правая грань стала левой, а левая грань стала верхней. Вот так. И отсюда делаем левый пиф-паф. Такой поворот головоломки равнозначен перехватом Y и Z. Ну и делается гораздо проще и понятнее. Также важен еще один момент. Если мы объединяем два элемента на одной грани движением R, то есть от себя, то в конце мы можем не перехватывать головоломку, а сделать движение L' тоже от себя с этой стороны. И тогда все вернется на место. Если на почти собранной головоломке это не так важно, то на сильной перемешанной это имеет большое значение. Давайте посмотрим. Нужно поменять местами два вот этих элемента. Я делаю setup move R. Объединяю их на одной грани, после чего делаю флип. Правый пиф-паф. Перехват. Левый пиф-паф. Я делаю setup move R от себя. Значит, теперь я просто сделаю обратный setup move L' с левой стороны. И все будет сразу хорошо, и мне перехватывать не нужно. Аналогично, если мне для объединения лепестков на одной грани потребовалось setup move R', то после флипа я сделаю тоже движение на себя. R' это движение правого нижнего угла на себя, то в конце я сделаю левый нижний угол тоже движение на себя. Делаем флип. Перехват. И как раз setup move возвращаем с левой стороны. При помощи этого простого алгоритма мы соберем все лепестки. Посмотрим, как это работает на мультискьюбе. Мы видим, что вокруг белого центра есть один лепесток. Это тот же самый R'x center, который сейчас я показывал на R'x cube. Нужно еще три. Посмотрим на соседних гранях, если нужны нам лепестки. Видим, вот белый. Но если мы повернем этот элемент сюда, на эту грань, то мы можем поменять его только с белым. Это не даст никакой пользы. Отменяем. Смотрим. Здесь элемент. Если мы повернем сюда, то мы поменяем белый с синим. А это будет очень хорошо, так как белый станет к белому центру, а синий в итоге станет к синему. Это наиболее оптимальная ситуация. Давайте с этого начнем. Объединять будем на этой грани, поэтому располагаем ее справа спереди. Делаем setup move. В данном случае получается R. И будем менять два вот этих элемента. Здесь пока ничего не собрано, поэтому не важно, что там стоит. Делаем flip. Правый пиф-паф. Перехват. Левый пиф-паф. Делали setup move R. Значит, L' отменит тот setup move. Но также мы должны следить, чтобы центральные элементы у нас не разрушались. По ним очень легко ориентироваться. Если вдруг они у вас разрушились, значит вы где-то ошиблись, и их надо восстановить. Смотрим на результат. Вокруг белого центра появился еще один лепесток. Смотрим дальше. Вот один белый, и вот другой белый. Они оба в одинаковых ситуациях. Если мы их поворачиваем на эту грань, то поменять можем только с белыми. А это бессмысленно. Не обязательно полностью собирать белые, можно пособирать какие-то другие цвета. К примеру, смотрим вот синий центр. И здесь есть синие элементы. Мы можем вот этот элемент повернуть вот сюда и обменять его с этим зеленым. Синий станет на место, а зеленый уйдет с противоположной грани. Ситуация, когда зеленый элемент на синей грани не очень хорошая, так как находится на грани, которая напротив. И тут не очень удобно их переставлять. Поэтому если вы видите зеленый элемент на синей грани или синий на зеленой, ну или подобные случаи, то лучше от них избавляться. Мы можем вот этот синий движением R поместить на эту грань. Поменять вот эти два местами. Делаем флип. Перехват. Делали движение R, значит отменяем движением L'. Если вы вдруг забыли, какой сетапов делали перед флипом, то это не страшно. К примеру, вы сделали флип, но не помните сетап move. Делайте любой. Если у вас здесь не собралось, то просто делайте еще одно движение. То есть за один либо два хода в любом случае здесь все восстановится. Главное помнить, что сетап move мы делаем правым нижним углом, а возвращаем левым нижним. Смотрим дальше. На синей грани уже два нужных лепестка. Есть ли еще? Синий здесь стоит неудобно. Мы можем, к примеру, с этой грани вот этот уголок сюда повернуть, но опять же поменяем синий с синему. Это не нужно. Смотрим дальше. Вот синий и вот зеленый можно поменять. То есть мы должны вот этот повернуть на себя движением R' и поменяются два вот этих элемента. Делаем флип. Сетап move был R', значит движением L мы все восстановим. Три элемента синих на месте. Так, четвертый. Четвертый стоит пока неудобно. Смотрим другую грань. Если мы недособрали белую грань, то мы в любой момент можем к ней вернуться, так как вот эти элементы тоже при сборке перемещаются. Смотрим. Ну, удачно они никак не переместились, поэтому выбираем какой-то другой цвет. К примеру, оранжевый. Вот оранжевый элемент, вот белый элемент. Если мы повернем этот оранжевый вот сюда, то можем их поменять местами. И оранжевый станет на свое место. Сетап move. R' делаем флип. Перехват. И отменяем сетап move. Два оранжевых. Смотрим дальше. Вот есть оранжевый. Его можно поменять вот с этим желтым местами. Для этого на этой грани объединяем желтый и оранжевый. Меняем их местами. Делаем флип. Перехват. И отменяем. Так. У нас уже три оранжевых. Это красный элемент. Его пока неудобно с чем-то менять. Смотрим дальше. Появился ли белый. Да, появился белый удобный. Вот этот зеленый и вот этот белый можно поменять. Неудобно менять элементы, которые находятся либо близко, либо наоборот далеко, на соседних гранях. Один элемент должен быть поближе, другой подальше. Вот эти два меняются легко. На вот этой грани их объединим. Делаем R-штрих. Флип. И отменяем сетапов. На белой стороне уже три элемента. Четвертый пока неудобен. Далее смотрим. Синий далеко. Давайте пособираем какие-нибудь еще красные, желтые и зеленые у нас есть. Можно, к примеру, поменять вот эти два элемента. Желтый и красный. Они сразу оба встанут на свои места. На этой грани их объединяем. И вот эти два поменяются. Делаем флип. И вот сейчас я не стал запоминать, какой сетапов я делал. Поэтому делаю любой. И оказалось, что я не угадал. Ничего страшного. Просто делаю его еще раз. И все восстанавливается. Тем временем мы видим, что белый переместился. Его удобно поменять вот с этим зеленым. Также два элемента встанут на свои места. Сетапов R. Делаем флип. Ль-штрих отменяем сетапов. Лепестки на белой грани собрались. Дальше смотрим, что у нас тут есть интересного. Видим, что удобно встал синий лепесток. Его можно вот с этим зеленым поменять местами и собрать все на синей грани. R. Делаем флип. Л-штрих. Белая, синяя сторона уже собраны. Ну, кроме углов. Смотрим дальше. Здесь можно вот эти зеленый-желтый поменять местами. R-штрих. И отменяем L. Дальше. Красный. Так, вот зеленый. И желтый. Ну, удачных пока не вижу. Давайте делать, что есть. Можем вот этот желтый поставить вот сюда вместо красного. Из такого положения. Стопмов R. Делаем флип. Л-штрих. Так. Что еще? Желтый стоит неудобно. Зеленый неудобно. Мы видим, что можно вот этот красный поставить вот сюда. И убрать оранжевый с красной граней. Это хорошо. На себя. Флип. И на себя. Так, что у нас получилось? Что мы можем еще собрать? Ну, мы видим, что удобные ситуации закончились. Как же поступать в таком случае? Было бы хорошо, если бы вот этот желтый элемент располагался не здесь, а здесь. Тогда бы мы поставили его вот на это место при помощи флипа. Для того, чтобы просто переместить вот этот элемент вот сюда на одной грани, мы также можем использовать флип. Но надо помнить, что флип разворачивает элементы на этой грани и еще на этой. Поэтому, если мы впоследствии хотим поставить элемент вот сюда, то эта грань не должна участвовать во время выполнения алгоритма. А значит, можно как-то повернуть. К примеру, так. У нас развернутся элементы здесь и здесь. Это пойдет нам на пользу. Ну, а здесь элементы одинаковые, поэтому будет без разницы. Делаем флип без всяких setup move. Что мы видим? Мы видим, что желтый элемент отсюда переместился сюда. Теперь мы можем стандартным алгоритмом желтый переставить на это место. Из такого положения делаем setup move R', выполняем флип и отменяем L. Желтая грань собрана. Теперь видим, что оранжевый удобно переставить вот сюда. Отменяем step move. Оранжевая грань тоже собрана. Желтая, оранжевая, синяя, белая. Все собрано. Остается собрать зеленую и красную. Но вот эти вот хорошо поменяются местами. R' Так и остается всего два элемента. Но опять ситуация, когда они стоят неудобно. Поэтому сначала какой-то из них развернем, после чего будет обычный алгоритм. Давайте развернем на этой грани. Делаем так, чтобы элемент, который нужно развернуть, был справа, а здесь слева одинаковые элементы, чтобы их ориентация была не важна. Делаем флип без setup move. И получаем нужное положение. После чего стандартным алгоритмом собираем до конца. Setup move. R' И отменяем L. Все собрано. Сейчас я еще покажу, как решать неудобные ситуации, которые могут возникнуть в сборке. Их можно, конечно, решить тем же способом, как я сейчас показал, но можно и решение ускорить. Как я и говорил, во время сборки желательно избавляться от подобных ситуаций, когда лепесток находится на противоположной грани. Но не всегда это получается. Если в конце сборки у вас осталось два элемента на противоположных гранях, то это тоже нужно как-то решать. Если решать стандартным способом, то будет не очень быстро. Но я покажу, как это сделать. Для начала мы переместим желтый лепесток на соседнюю грань. Для этого сделаем Setup move R. Выполним Flip. И отменим Setup move. Получим, что желтый элемент переместился вот сюда. То есть с белой грани на зеленую. После чего с зеленой грани его нужно переставить на желтую. Здесь мы видим, что элементы находятся рядом. А значит, либо этот, либо этот нужно развернуть. Давайте развернем желтый элемент. Для этого выполним Flip. Желтый переместится сюда. Без Setup move. Переместился. И теперь мы можем вот этот желтый переместить вот сюда. для этого из такого положения Setup move R Flip. И отменяем. В итоге мы получаем вот такую ситуацию, где опять нужно что-то развернуть. Давайте вот этот белый переместим сюда. Иначе мы не поменяем. Но зато желтая грань у нас собрана. Делаем Flip без Setup move. И выходим на стандартную ситуацию. Нужно вот этот белый и вот этот зеленый местами поменять. Из такого положения Setup move R Делаем флип. Отменяем Setup move. Все собралось. Этих знаний достаточно для того, чтобы собирать лепестки на мультискьюбе. Но сейчас я покажу алгоритмы, которые позволят значительно ускорить сборку. Их использование не обязательно, но полезно. Сначала давайте рассмотрим, как поменять местами лепестки, которые располагаются рядом. В этом случае, сделав Setup move R малое, мы можем получить знакомую ситуацию, когда нужно поменять два вот таких элемента. Но для этого нужно сделать перехват X штрих, Y штрих. Тогда у нас получается, что нужно вот этот зеленый поменять вот с этим желтым. Для этого нужно дополнительно сделать еще Setup move R, после чего делаем флип. Здесь важно запоминать вот этот Setup move, так как их уже получается два и можно запутаться. Делаем флип. Отменяем Setup move, который был R, значит будет L штрих и остается отменить самый первый Setup move, который в данном случае будет выглядеть как D штрих, а именно вращение нижнего уголка. Получается, что лепестки сразу собраны, без дополнительного флипа, но нам потребовалось два лишних хода. Но это лучше, чем делать целый флип. Похожая ситуация, но теперь нужно поменять местами элементы, которые находятся далеко друг от друга. поступаем аналогичным образом. Сначала делаем Setup move R, получаем уже знакомую ситуацию. Перехват Z, Y штрих, и нужно поменять вот этот желтый, вот с этим зеленым. Здесь Setup move еще один R штрих, после чего делаем флип, перехват, делали Setup move R штрих перед флипом, значит отменяем L, и остается отменить еще один. Он получается сзади, можно запоминать, можно нет, но это B штрих. Опять же, все лепестки собраны за один алгоритм. Ну и самый сложный случай, когда нужно поменять два лепестка на противоположных гранях, вот этот зеленый, вот с этим синим. Если я не буду подробно расписывать алгоритмы, покажу лишь суть. Нам нужно за одно движение сделать так, чтобы получить знакомую ситуацию, после чего сделать стандартный алгоритм и отменить Setup move. В зависимости от расположения это могут быть разные Setup move, но если у вас, к примеру, получается, что вы сделали какой-то Setup move, у вас получилось не то, что вы хотели, вы просто его отменяете и делаете какой-то другой. Причем неважно с какого элемента. Допустим вот этот синий я перемещаю вот сюда и получаю стандартную ситуацию. После чего делаю еще один Setup move, который запоминаю, это R делаю Flip, отменяю Setup move перед флипом и отменяю тот Setup move, который делал самым первым. Он может быть разным, поэтому не буду писать. Решается гораздо быстрее, чем несколько флипов, как я показывал простым способом. Да, здесь нужно немножко думать, но это значительно ускоряет сборку. Сборка углов на MultiSquby такая же как на MasterSquby, но принцип решения я покажу на обычном скьюбе. Для начала нам углы нужно переставить по местам. Для этого мы будем использовать алгоритм стоящий из трех пиф-пафов. Посмотрим, что этот алгоритм делает на обычном скьюбе. один пиф-паф, второй пиф-паф, третий пиф-паф. Мы видим, что эти два уголка поменялись местами, причем вот эти два остались на месте. Также поменялись местами еще два вот этих уголка. То есть два вот этих и два вот этих. Именно по такому принципу мы будем расставлять по местам углы в мульти-скьюбе. Три пиф-паф придется сделать либо один, либо два раза. Если вы ошибетесь, то большее количество. Давайте рассмотрим белую грань. На ней находятся все уголки с желтым цветом. Значит перестановки вот такие нам никакой пользы не принесут. Возьмем желто-синий красный уголок. Давайте найдем его место. Его место вот здесь. Соответственно если мы сделаем три пиф-пафа из такого положения, то вот этот уголок переместится на свое место. Давайте посмотрим какой угол на его месте. Это бело-красно-зеленый. Очевидно, что он станет опять же в нужную позицию. Получаем, что вот эти два уголка поменяются местами и заодно вот эти два тоже. И они тоже встанут на свои места. Бело-оранжево-синий станет сюда и желто-оранжево-зеленый станет вот сюда. поэтому нам нужно просто найти какой-то уголок, который стоит не на своем месте и напротив на верхней грани расположить его место. Можем вот этот уголок переместить сюда, сюда или сюда. Но здесь должно быть именно его место. Желто-синий красный уголок. Значит, место должно быть желто-синий красный между желтым, синим и красным центром. Ну, понятно, что вот это место бело-синий оранжевый не то. Вот это место красно-желто-синий то, что нужно. Поэтому из такого положения, чтобы вот этот элемент встал на свое место, мы делаем три пиф-пафа. Один пиф-паф, второй пиф-паф, третий пиф-паф. Мы видим, что центры, лепестки, ребра, все осталось на своих местах, а уголки поменялись. То же самое делаем с остальными уголками. Доходим какой-то неправильно стоящий, располагаем напротив своего места, он белый, синий, красный, значит, место должно быть бело-синий-красное. Мы могли бы выбрать вот это место или вот это место, но они по цветам не подходят. Нужно расположить именно напротив своего места по верхней грани. И отсюда также делаем три пиф-пафа. Все уголки должны стоять на своих местах. Проверим, на белой грани верно стоит, верно, верно, верно. Ну и значит, на желтой тоже все будут на своих местах. Получаем, что углы на своих местах, но некоторые из них неправильно ориентированы и нам остается их развернуть. Правильно ориентированный уголок только вот этот. За раз мы можем ориентировать два уголка, по крайней мере, теми способами, которые я сейчас предложу. Один будет с меньшим количеством движений побыстрее, но включает в себя перехваты, а другой будет более длинным, но без перехватов. выбирайте тот, который нравится, я использую более быстрый. Для понимания покажу на обычном мастерскюбе. Один уголок мы можем развернуть по часовой стрелке, другой уголок против часовой стрелки. Эти уголки должны находиться на одной грани по диагонали. Тот, который нужно развернуть по часовой, мы располагаем слева, тот, который против часовой, справа, и грань, где они располагаются, мы помещаем вниз. Получается, вот этот уголок нужно развернуть по часовой стрелке, вот этот против часовой. Я тестировал разные способы разворота уголков, и этот показался мне наиболее удачным, по причине того, что он использует тот же самый флип, что и для сборки лепестков. Из такого положения просто делаем флип. Один пиф-паф, перехват, второй пиф-паф. Далее мы делаем перехват Z, Y' легко определить, что по краям уголки должны стоять на своих местах, а эти не на своих. После чего делаем еще один флип. И все уголки ориентированы правильно. Два флипа, но между ними есть пара перехватов быстро и не нужно заучивать новые алгоритмы. Альтернативный способ без перехватов. Мы располагаем один уголок перед собой на верхней грани, другой сзади. Если уголок, который перед нами нужно развернуть по часовой стрелке, то после трех пиф-пафов мы будем делать движение против часовой стрелки и наоборот. Сейчас уголок нужно развернуть по часовой мы делаем три пиф-пафа. Разворачиваем уголок против часовой стрелки и делаем еще три пиф-пафа. После чего восстанавливаем, а именно отменяем то движение против часовой. Получается вот такой алгоритм, шесть пиф-пафов, после трех один поворот и после шестого еще один поворот. Движение больше, но перехватывать не нужно. Смотрим какой уголок перед нами. Если его нужно повернуть по часовой стрелке, то после трех пиф-пафов делаем движение против часовой и после шестого отменяем. И наоборот. Если уголок который перед нами нужно повернуть против часовой стрелки, то после трех пиф-пафов делаем движение по часовой и после шестого его отменяем. Я использую первый способ, так как он быстрее. Посмотрим как это работает на по часовой стрелке. Допустим, вот этот. Если развернуть его по часовой стрелке, то он ставит правильно. Дальше находим уголок, который нужно против часовой стрелки развернуть, если такой имеется. Но этот уголок должен находиться по диагонали с первым. То есть это либо вот этот уголок, его нужно по часовой развернуть, либо вот этот уголок, его нужно против часовой. Но если этот не подошел бы мы бы рассмотрели еще вот этот уголок то что нас три на выбора этот нужно против часовой развернуть давайте возьмем вот этот уголок по часовой стрелке а этот против расположим их таким способом слева тот который нужно по часовой справа тот который против часовой если вам понравился метод шестью пиф-пафами то уголки должны располагаться сверху отсюда делаем флип перехват z y штрих еще один флип те два уголка были на желтой грани и вот они стали в правильной ориентации смотрим оставшиеся вот этот уголок нужно по часовой развернуть этот тоже по часовой пока его оставим на выбор у нас есть вот этот его тоже нужно по часовой а вот этот уже правильно ориентирован ну такое бывает не всегда получается за один алгоритм разворачивать сразу два уголка важно чтобы хотя бы один развернулся правильно ну допустим вот этот мы развернем по часовой стрелке и он станет правильно а этот развернем против стой стрелке и он останется неправильно ориентированным выполним алгоритм вот эту уголок развернется по часовой стрелки делаем флип Перехват Z, Y' и еще один флип И еще один уголок у нас развернулся Далее, вот этот уголок нужно развернуть против часовой стрелки Смотрим напротив, вот этот можно по часовой Значит, развернем этот и вот этот Располагаем этот по часовой, этот против часовой Делаем флип Перехват Z, Y' и еще один флип Смотрим, желтые углы уже все правильно ориентированы И осталось у нас два Если осталось два белых угла, то в любом случае они сразу За один алгоритм встанут в нужное положение Максимум придется четыре раза использовать данный алгоритм Если развернуты все углы, либо один угол стоит правильно Если вы используете алгоритм более четырех раз Значит вы что-то делаете нерационально То есть вы можете один разворачивать правильно, а другой при этом разрушать Обратите на это внимание В данном случае вот этот уголок нужна по часовой стрелке А этот против Располагаем их по часовой, против Делаем флип Перехват Z, Y' и еще флип Мультискьюб собран Особенности конструкции не позволяют вращать мультискьюб Так же быстро, как и мастерскьюб Поэтому среднее время по сборке у меня на этой головоломке выше Но в то же время вращение здесь приятное И его можно в удовольствие пособирать Как и на скорость, так и просто так Тренируйтесь и все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока